Девушки отдыхают Журналистам в Беларуси всегда приходилось работать в непростых условиях, но с таким уровнем давления мы столкнулись, конечно, впервые. И все началось за несколько месяцев до выборов, когда журналистов стали задерживать на несколько часов. Их увозили в отделение милиции, якобы для установления личности. В сентябре журналистам уже стали давать сутки административного ареста. Их обвиняли в том, что они якобы принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя, конечно, они участие не принимали, а выполняли свою работу, освещали акции протеста. На них были бейджи, на них были синие жилеты, у них была техника. И, в общем, всем было понятно, что это журналисты, которые делают свою работу. Но судьи, несмотря ни на что, на основании показаний свидетелей из силовых структур, которые выступали на суде по видеосвязи, с измененными личными данными и в балаклавах, судьи выносили решение о том, что журналисты виновны, и давали им от 3 до 15, а то и 25 суток административного ареста. Ну, а дальше дошло и до уголовного преследования. Одна из них, журналист Тудбай Катя Борисевич, ее обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия. Все дело в том, что на Тудбай вышла статья о том, что в крови избитого и погибшего Романа Бондаренко не содержалось алкоголя, в то время как следственные комитеты Александра Лукашенко утверждают, что он был пьян. И поэтому Катя Борисевич и доктор больницы скорой помощи уже четвертую неделю находятся в следственном изоляторе. А по факту избиения и смерти самого Романа Бондаренко никто не был задержан. Более того, даже не было заведено уголовное дело. Надо сказать, что при задержании журналистов часто избивали, у них изымалась техника, изымались карты памяти. По этому поводу мы не раз обращались с заявлениями в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело, но нам всегда отказывали. Но задержание это не единственный способ давления на независимые медиа. Сразу после выборов страна фактически оказалась без интернета на несколько дней. Ну а потом несколько десятков ресурсов, популярных интернет-ресурсов были заблокированы. И эти блокировки продолжаются по сей день. Независимые печатные издания не могут сейчас издаваться в Беларуси. Журналисты, работающие на иностранные медиа со 2 октября, лишены аккредитации и не получили новой аккредитации и МИДа до сих пор. И 3 декабря суд в Минске вынес решение о лишении Тутбай, самого популярного интернет-ресурса в Беларуси, статуса СМИ. То есть отныне Тутбай не является средством массовой информации. Это значит, что наши журналисты не могут считаться журналистами. Но, естественно, это не мешает нам быть по-прежнему самым популярным интернет-ресурсом в Беларуси. Не мешает нам по-прежнему выполнять свою работу, чем мы собираемся заниматься в дальнейшем. Продолжение следует...